Привет, Исей! Сегодня у нас с тобой новенькая игруха, которая называется Робоко. Она ещё нигде не вышла, и эта версия вообще для разработчиков. И разработчик мне написал, говорит, ты хочешь попробовать игру? А давай попробую. И вот мы сегодня на неё посмотрим. Итак, что же мы узнали из тупительного ролика? Мы находимся с тобой в таком уместном Сколково, на полигоне, где будем собирать наших небольших дронов для помощи человечеству. Ты же можешь заметить, что вылетают такие таблички, типа, ооо, ты красавец, ты открыл кубик. Не обращай на это внимания, это обучение. Вообще, видимо, если таких табличек будет куча. Что мы будем делать сейчас? Мы берём кубики и начинаем выстраивать платформу для нашего будущего бота. Кубики эти можно уменьшать, увеличивать, вытягивать, прям как в 3D-моделировании. Вот такие две палочки твикс у нас получились. Ты какую палочку выбираешь? Левую или правую? И не парься, что они квадратные и белые. Так, растягиваю в эту сторону. О, башка для робота открылась. Ништяк, сейчас её натянем на нашу платформу. Где у нас тут головёшечки? А, вот они головёшки, смотри, сколько их много-то. Всякие разные. Ну, я думаю, что мы возьмём с тобой первую. Башки установлены. Нам открылись колёса. Замечательно. Сейчас снабдим ещё колёсами нашего маленького дружка. Также уменьшим бока. Наши жирные бока. И пупец. Переходим к нашим колёфикам. Вытыкаем. Play Mode Unlock. Отлично! Теперь мы можем протестировать бота на нашем полигоне. Посмотреть, насколько он адекватен и накосячит ли он вообще. Что мы сейчас и сделаем? Так, сперва нам нужно покататься. О, зашибись. Крутиться, вертеться мы умеем вправо-влево. Теперь давай-ка назад. Вперед. Шмантыляет меня немножечко, но это из-за того, что наша платформа маленькая. Powered Joints Unlock. Какие-то силовые механизмы нам открылись. Давай поглядим. О, нифига себе, прикольно. Это механизмы, которые будут отвечать за наши руки. Давай поставим, значит, мех руку. Она умеет у нас подниматься вверх-вниз. Ещё вот эту штуку влипанём. Эта штука умеет крутиться. В общем, я тут немножко видоизменил нашего робота. Сейчас мы протестируем наши руки. Вот так вот они крутятся, поднимаются, опускаются. Всё вроде бы норм. Единственное, не хватает клешней. В общем, для чего мы создавали вот эту вот малютку. А для того, чтобы бесить профессор. Нет, конечно же, это не основная задача. На этом полигоне мы будем проверять, как этот робот будет приносить сэндвичи. Своего рода мы разработали робота-официанта. Ты, наверное, спросишь, а где же нам взять сэндвичи? А всё просто. Смотри. Подреживаем сюда. В зону выдачи. И сейчас нам упадёт сэндвич. Опс, промазали. В общем, у нас есть проблема. У нас нет клешней. Это во-первых. А во-вторых, у нас нет импровизированного подноса, на который упал бы этот сэндвич. Теоретически, конечно, мы могли бы докатить по полу этот сэндвич до клиента. Но, боюсь, он бы не стал такой кушать. Поэтому мы отправляемся на доработочку. Я убрал поворотный механизм на нашей руке. И теперь пытаюсь сделать импровизированный поднос, на который будет падать сэндвич. Время теста. Ух, как нас перевешивает. Это из-за этого подноса долбанного. Давай сделаем длиннее платформу. Так должно быть получше. Ну да, по крайней мере, нас уже не перевешивает. И сэндвич не должен улететь на пол. Осталось только проверить, способны ли мы доставить блюда до клиента. Отлично, сэндвич упал. Теперь до первого посетителя катимся. Блин, тарелка-то скользит по подносу. Надо было какие-нибудь бортики сделать, что ли? Тихонечко, тихонечко. Здорово, очкарик. Возьми сэндвич. Слышь, ты что, не уважаешь мой труд, что ли? Да я в тебя его сейчас запихаю. Бистро взял мой сэндвич. Ой, ой. Первый косяк нашего бота. Он разбил тарелку и избил профессора. Понятно. Сейчас, короче, утилизируем этого бота. Сделаем нового. Итак, я модифицировал нашего бота. Сделал голову повыше, поднос тоже повыше. И поставил вот такую вот еще одну башку. Грозную, прям злую. И мы сейчас пойдем попробуем схавать какого-нибудь профессора. Ну а что, они наш сэндвич не хотят хавать. Тогда мы попробуем их схавать. Вот этот вот замечательный бородач. Выглядит вкусно, аппетитно. Так, подъедем поближе. Нужно повестить его, что мы усидим. Месье, сейчас вы будете схаваны. Ам-на-на-на-на-на-на-на-на. Похоже, какие-то обнимашки, целовашки, слушай. Нет, к сожалению, сожрать профессора я не могу. О, смотри, башка шалтай-болтай. Не знаю, на какой черт нам такая башка нужна. Я нашел раздел с клешнями и с пылесосом. Давай вначале посмотрим на вакуумный пылесос. Вот так вот наша конструкция выглядит. Пылесос предназначен для того, чтобы удерживать сэндвичи, чтобы он не упал. По крайней мере, это моя задумка. Вроде бы пылесос работает, все ништяк. Сейчас протестируем. Единственное, по-моему, слишком маленький поднос у нас теперь. А ты их не успел включить пылесос, к сожалению. Ладно, возьмем другую тарелочку. Пожалуйста, тарелочку нам. Врубаем пылесос. Пылесос, включайся. Есть! Запылесосили сэндвич. Ох, нифига себе, вихрь какой, смотри. Вакуумный. Создает этот пылесос. То есть пылесосик-то у нас мощненький. Может, я профессора смогу засосать? Так, раздавили сэндвич. Оп-оп-оп, спокойненько. Все нормально, без паники. Я так езжу. Меня так запрограммировали. Ой, два сэндвича. Значит, у кого-то сегодня будет денюха. Простовончик. Так, скидываем сюда сэндвичи. Ты что, скотина, наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя сейчас запылесошу. Ну, кстати, да, можно его запылесосить. Я бы даже сказал присосать его, но... Короче, как в реальной жизни все. Едем за второй попыточкой. Может быть, в этот раз нам удастся доставить до кого-нибудь сэндвич. Черт подери, я вообще тут не при делах. Да екарный. Короче, вначале разбилась тарелка. Меня штрафанули за это. Потом я раздавил сэндвич. Меня за это тоже штрафанули. Поэтому этот дрон отправляется точно в утиль. О, видал? Я кофе свистнул со стола. Прикольно. Мадам, не нервничайте. Я сейчас вам скину сэндвич. Пожалуйста. Ой, это безударенно рада, что я доставил ей сэндвич. Но... Твою ж налево. Ну, в этот раз я накосячил. Я уронил стол вместе с ее кофе, цветком и сэндвичем. Мадам, ну если что, вы можете подобрать, как бы у вас руки есть. Ой, вы слишком долго думали. Теперь у вас нет сэндвича даже на полу. Значит, что мы делаем? Мы демонтируем пылесос и ставим клешни. Я думаю, что клешни в этом плане будут намного эффективнее. Они будут удерживать тарелку сэндвичем. Тем самым я не смогу присосать чье-то кофе, например. Так, клешни работают, отлично. Осталось теперь это все протестировать. Сэндвич мне. Сейчас я его как схвачу. Отлично. Блин, он далеко. Клешни не захватят его. Надо вот так вот сделать. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Клешнями захватываем. Хм, я думал, что я буду хватать тарелку. Но, в принципе, и сэндвич тоже подойдет. Да, все зафиксировалось. Сэндвич никуда не денется. Можно подавать. Итак, месье очкарик. Как я его поймал. Мадемуазель очкарик, у которого я ранее спер кофе. Пожалуйста, ваш сэндвич. Вот так вот. Аккуратненько. Почти на тарелочке. Она счастлива. Хомячки. Хомячки, пожалуйста. Доставка третьего сэндвича. Доставим вот сюда. Блин, тут, правда, стулья мешаются. Я даже не знаю, как туда подкатить. Как подкатить к этому клиенту. Так, так, так. Ай-яй-яй-яй-яй. Разбил короче цветок. Ну, че ж ты так неудобно сел-то? Смотри, он расстроен, напечален чем-то. Сейчас сэндвич ему дам, и он будет счастлив. Ну? Радуйся. Еще и стакан уронил. О, да неужели? Он в восторге. Здорово. Жалко, конечно, цветок. Он вообще ни при чем был. Четвертый сэндвич. И кому же он отправится? Так, вначале нужно его зафиксировать. Отлично. Есть фиксация. Разворачиваемся. О, вот это, конечно, да. Ну, слушай, нас, по крайней мере, не штрафанули. Едем вот к этому чуваку. Опачки, у меня одна задача вычеркнулась. А, я должен был не дотрагиваться до его стола. А я дотронулся, и все, кобзда. Ну, что поделать, это тестовая модификация бота. Есть! Все, я всем доставил сэндвич. Я счастлив. Робот, короче, отработал на 80%. Красава. Теперь можно разнести к чертям. Это кафе. Потому что я взбешен. Потому что меня бесят все эти профессора. Все эти тестеры. Всех задавлю. Всех съем. Вот так вот тарелочку разбил. Вот смотри, штрафные баллы пошли уже. Вначале такие все радовались. И теперь все. Опечалились. Итак, вот этот бот, который совершил подвиг. Он смог разнести всем сэндвич. Ты видел, что его запаковали в коробку. И, соответственно, возможно, его будут продавать в таком состоянии. То есть на 80% нормального функционирования. А у нас еще осталось два полигона. Это лесопилка и робо-кафе. Так что, если тебе эта игруха понравилась и ты бы хотел увидеть следующие два полигона, то ставь пальцы вверх и подписывайся, если ты еще не подписан. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.